Дорогие друзья, на нашем канале, где мы с вами ежедневно обсуждаем новости политики, экономики, новости фондового рынка. И сегодня это небольшой обзор рынка за пятницу, за 20 ноября. Ну и заодно подведем предварительные итоги прошедшей торговой недели. Итак, дорогие друзья, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, по традиции все наши видеообзоры начинаем с ситуации на фондовых рынках. Ситуация на рынках сегодня умеренно позитивная, можно сказать так, нейтральную позицию заняли все мировые фондовые рынки. Мы эту картину наблюдали с самого утра, начиная с Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы с вами видим, небольшое падение показали японские индексы второй день подряд. Но оно на самом деле объяснимо, мы об этом уже много раз говорили. За последние две недели японцы показали довольно-таки существенный рост. Им необходимо с точки зрения даже технических обоснований идти вниз. Ну и как раз-таки здесь подоспели фундаментальное обоснование. Это то, что ситуация с коронавирусом в Японии продолжает ухудшаться. На фоне этого, конечно же, японский индекс отправляется в небольшую такую пока коррекцию. Но их падение компенсирует в азиатском регионе. Китайские индексы, они подрастают на те же самые 0,4%, если мы смотрим в среднем на их индекс. Особо сильных движений сегодня мы с вами не наблюдали в азиатско-тихоокеанском регионе. Такие же примерно движения, но более позитивные мы с вами видели на европейском театре действий. Немецкий DAX подрастает на 0,4%, британские фунции подрастают всего лишь на 0,3%. Одним словом, рынки замерли в ожидании и уходят на выходные, предоставляя возможность появиться либо позитивным, либо негативным новостям. Об этом я еще, дорогие друзья, говорил, по-моему, в понедельник, когда только неделя началась, когда только вышла новость от компании Модерны. Я сказал, что несколько дней, конечно же, рынки будут отыгрывать эту позитивную новость. Потом, скорее всего, впадут в боковик, и уже последние нескольких видео я говорил, что, скорее всего, рынок сейчас станет во некий флэт и будет пытаться сформировать такую разворотную формацию, чтобы сходить в небольшую коррекцию перед началом рождественского ралли. То, что мы сейчас с вами видим, это не рождественское ралли как таковое, это ралли вакцинное, можно сказать, да, потому что ко второй неделе подряд нам давали мегапозитивную новость о том, что появились вакцины. Сейчас о вакцинах мы пару слов обязательно скажем. Если мы смотрим на наш российский рынок, то здесь движение и очень скромное по индексу московской биржи. Мы подросли всего лишь на 0,15%, это очень скромный рост. Все говорит о том, что и наш рынок замер в ожидании, что же будет происходить в дальнейшем. И здесь бы правильнее, конечно же, скорректироваться на отметку чуть ниже 3000 пунктов, там в район 2900-2950, это было бы правильнее. Индекс РТС тоже подрастает сегодня на 0,3%, но этот рост особо незначительный. Пара рубль-доллар сегодня особо тоже никаких сильных движений не показала. Но здесь есть надежда, конечно же, у РТС, что на следующей неделе будет пик налогового периода в Российской Федерации. Может это, конечно, окажет поддержку нашей национальной валюте. Но одновременно с этим мы должны с вами понимать, что если начнется какое-то сильное коррекционное движение, если медведи возьмут власть в свои руки с понедельника, то даже налоговый период здесь не поможет. Но опять-таки, это лично мое мнение, я сейчас больше слежу не за индексом московской биржи, а слежу именно за индексом РТС, потому что вы все прекрасно знаете, я на этой неделе открыл шарты по РТС, и пока на самом деле нахожусь в плюсе чуть меньше процента. Я рискнул на самом деле перенести шарты через выходные дни. Ребятам в закрытом чате я сказал, кто хочет, можете выходить, да, прибыль 1% тоже неплохо. Кто любит рисковать, то можно перенести эти шарты на понедельник. Даже если произойдет какой-нибудь гэп вверх, я не думаю, что этот позитив продлится на следующей неделе слишком долго. Мы за последние две недели, несмотря на то, что особо активны, лично я не принимал участия в этом росте, я все равно закрыл уйму положительных сделок, скажем так, которые были открыты еще в октябре месяце, в сентябре в том же самом. Сейчас эти все сделки вышли в плюс. Плюс к тому же еще, когда индекс наш находился в падении, когда наши акции показали очень хорошее снижение, да, наши голубые фишки. Тот же самый Норильский, Никель, Газпром особенно, Лукойл. Они показывают сейчас очень хорошую прибыль, и пока эта прибыль бумажная, но я думаю, что если продолжится позитив, то можно будет продать их дороже. Если продолжится негатив, то и ребятам из закрытого чата я говорил, что эти позиции я открывал на более такой среднесрочную перспективу. Если мы смотрим с вами на американский рынок, именно сейчас американский рынок руководит всеми фондовыми рынками, именно на него сейчас смотрят все игроки, то здесь мы с вами видим такое умеренно негативное настроение игроков. S&P 500 сегодня теряет 0,3%, Russell 2000 топчется в нуле, а как раз-таки более или менее уверенно себя чувствует NASDAQ, он прибавляет 0,2%. Я имею в виду более уверенно по отношению ко всем американским индексам. Dow Jones теряет 0,5%. Почему же на самом деле такое сейчас происходит? Ну, как я уже в начале видео сказал, новость о вакцинах, она прошла, и ее вроде бы мы уже отыграли. И почему не была такая более или менее фееричная новость от компании Moderna? Потому что после того, как появилась новость от компании Pfizer на прошлой неделе, тут же представители компании Moderna стали говорить, что уже на этой неделе будут представлять свою вакцину. И частично эта новость была отыграна еще на прошлой неделе, когда мы видели безудержный жор на всех мировых фондовых рынках. Но что хотелось бы сказать по вакцинам, подводя предварительные итоги этой недели, может быть и итоги недели, скорее всего, завтра видео не будет. Так, здесь хотелось бы сказать следующее, что и на этой неделе мы начинаем уже видеть манипуляцию по вакцинам. Та же самая компания Pfizer уже заявляет, что их эффективность не 90%, а 95%. 5% таким образом они переплюнули ту же самую вакцину Moderna на 0,5%. Но это ожидаемо, потому что мы с вами говорили в последних видео, что новости о вакцине будут ключевыми. И здесь очень большие деньги сейчас завязаны. Это помимо финансового инструмента, это будет еще и политическим аргументом и инструментом. Об этом я говорю все последние две недели. Почему еще хотелось, что еще хотел сказать про вакцины. Сегодня мы с вами стали свидетелями того, как на ленте информагент стали появляться сообщения о том, сколько же будут стоить вакцины от того же самого Pfizer, Moderna, на подходе вакцины от Johnson & Johnson. И мы с вами видим, как на перебои они пытаются показать, что цена их, к примеру, от компании Pfizer, цена от Moderna перебивает компанию Pfizer. Цена Johnson & Johnson перебивает цену компании Pfizer и Moderna. Здесь сейчас начинается уже полноценное торгашество. И уже говорить о какой-то мегаэффективности вакцины сейчас у меня лично это вызывает большой вопрос. Дополнительный негатив фондовым рынкам придали, конечно же, новости о том, что министр финансов Соединенных Штатов Америки Мнучин хочет отозвать у Федеральной резервной системы, по-моему, 800 миллионов. Типа сейчас экономике эти деньги не нужны. Потом появляется опровержение этим новостям. Ну и сейчас вроде бы пытаются в очередной раз заставить игроков поверить вот в этот мифический уже пакет мер поддержки. Вроде бы там начинаются переговоры между республиканцами и демократами в очередной раз. Но пакет мер поддержки будет намного меньше, чем мог бы быть до выборов президента Соединенных Штатов Америки. Мы с вами помним, да, что Дональд Трамп перед тем, как перед 3 ноября уже повысил свое предложение до 1,9 триллионов долларов. Тогда как раз таки демократам необходимо было соглашаться. Они думали, что их победа будет беззаговорочная, что выборы пройдут без сучка, без задоринки. Но не тут-то было. Дональд Трамп умеет соперничать и сейчас до сих пор оспаривает выборы. И вероятность того, что Дональд Трамп может остаться, все-таки она имеется. Сейчас верховные суды определенных штатов, где были поданы иски на оспаривание, они отклонили эти иски. И сейчас какая ситуация получается, что Дональд Трамп имеет все юридические обоснования обратиться в Верховный суд Соединенных Штатов Америки. То есть уже обращаться не в Верховный суд какого-то штата, а уже, грубо говоря, федерального масштаба. А мы с вами знаем, какие манипуляции проводил Дональд Трамп перед выборами в Соединенные Штаты Америки. Как раз-таки буквально за две недели до выборов он поставил фактически туда своего человека. За весь президентский срок он сумел добиться того, что поменять еще двух судей. Сейчас у республиканцев там довольно-таки значимый перевес. 6 к 3. И если дело дойдет все-таки до Верховного суда, то здесь уже можно будет... Спорные моменты будут. У нас даже есть новость от Джи Пи Морган, да, аналитики Джи Пи Морган посчитали, что может такое случиться, что 20 января произойдет чуть ли не две инаугурации. Такой момент тоже можно рассмотреть. Я в него не верю. Зайдите, почитайте эти все новости. Очень интересные они там сценарии предлагают. Но в это я слабо верю. Я уверен, что 20 января кто-то будет уже президентом. К тому моменту станет это известно. Но кто все-таки будет, пока большой и большой вопрос. Еще хотелось бы что сказать по поводу нашего российского рынка. Чего может быть ждать и почему довольно-таки так уверенно ведет себя наш российский рынок. Ну, наш российский рынок ведет себя, конечно же, довольно-таки уверенно. Потому что цены на черное золото сейчас довольно-таки высокие. Да, вот по отношению, если брать статистику за последние полгода, мы торгуемся в районе 44,5 долларов. Что же происходит с нефтью, мы на этой неделе уже тоже обсуждали. И повторяться просто-напросто не вижу смысла. Пересмотрите все предыдущие видео. Конечно же, игроки, которые торгуют черным золотом, они сейчас все в ожидании ОПЕК+. Которая пройдет 30 ноября и 1 декабря. Там ожидаются такие громкие вообще-то заявления о том, что будет как минимум сохранено текущее сокращение добычи нефти. И, может быть, на самом деле будет и увеличено это сокращение. Но мы с вами уже вчера это говорили в нашем видео о том, что там грядет своеобразный раскол. Объединенные Арабские Эмираты недовольны теми квотами, которые выделяются каждой стране на сокращение. И сейчас в любой момент, на самом деле, может произойти ситуация, ну, примерно с равной, которая была весной. Если единства в ОПЕК не будет, то черному золоту, конечно же, придется сейчас нелегко. Но почему сейчас так хорошо, довольно-таки уверенно себя чувствует черное золото? Мы с вами получаем данные из Поднебесной. И мы с вами видим, что Китай продолжает наращивать импорт нефти, то есть продолжает скупать нефть в очень и очень больших объемах. Сейчас фактически весь нефтяной рынок держится именно благодаря Китаю. Ведь Китай одна из немногих, по-моему, даже единственная экономика мира, которая полностью сумела восстановиться после тех же самых карантинов и локдаунов. Именно экономика, не фондовые рынки, а именно экономика Поднебесная, она фактически полностью восстановилась. И многие аналитики прогнозируют, что год они будут все-таки закрывать именно в положительной зоне. Те же самые Соединенные Штаты Америки, ЕС, Россия, мы будем закрываться в минусовой зоне по данным по экономике. Конечно же, эта ситуация сейчас такая интересная, и за этой ситуацией сейчас стоит именно последить. Вся ситуация из-за нефти, конечно же, влияет и на пару рубль-доллар. Благодаря вот таким высоким ценам на нефть рубль пока что укрепляется, но я не думаю, чтобы это укрепление продолжилось слишком долго. Как только начнется рископ, когда он будет включен, то тогда, конечно же, доллар по отношению к рублю начнет сразу же дорожать. Я не говорю, что это будет повальное падение там до района 90, нет. Мы можем аккуратненько в очередной раз потрогать район 80, ну, может быть, 80 плюс там небольшой. На короткое очень время мы сможем там, конечно же, задержаться. Во время рождественского ралли, рождественского новогоднего ралли рубль в очередной раз может получить свою поддержку. И мы спустимся примерно на те же самые значения 75-76. Мы вновь сможем их увидеть. Но это лично мое опять-таки мнение. Что по этому поводу думаете вы, дорогие друзья, обязательно пишите в комментариях. Но говоря про наш российский рынок, мы должны не забывать, что наш рынок, помимо ситуации с коронавирусом, очень сильно подвержен санкционной риторике. Мы с вами видим, да, в очередной раз попытку американцев наложить санкции на Северный поток-2. Сегодня проходило заседание в Германии, где их парламентарии высказались за то, что Северный поток необходимо достроить. И даже отправили такое письмо, просьбу, как это можно сказать, спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси о том, что просят не вводить в санкции против Северного потока-2. Они рады, что к власти приходит демократ, что должна произойти перезагрузка отношений между ЕС и Соединенными Штатами Америки. Именно поэтому просят оставить Северный поток-2 в покое. Посмотрим, на самом деле, произойдет это или нет. Мы с вами знаем, что демократическая партия крайне негативно настроена по отношению к Российской Федерации. Сумеет ли Байден ввести еще какие-то новые дополнительные санкции? Очень и очень интересно. Но пока что Байден еще не президент. Пока президентом остается Дональд Трамп. Дональд Трамп пытается закрутить гайки в отношении Китайской Народной Республики. И за этим конфликтом тоже необходимо сейчас будет внимательно и внимательно наблюдать. Дорогие друзья, напоминаю вам, что на нашем канале идет конкурс по прогнозу курса доллара на 30 ноября 2020 года. Если вы в этом конкурсе еще не участвовали, обязательно переходите по ссылке в описании и в заприкеленном комментарии. Оставляйте свои прогнозы и уже в начале декабря мы узнаем, кто же там стал победителем. Одновременно с этим, дорогие друзья, сегодня видео именно короткое, но фактически это итоговое видео. Все, что мы сегодня с вами проговорили в этом видео, мы говорили в течение недели. Поэтому особо нового я для вас, дорогие друзья, ничего не сказал. Если видео такое подведение итогов вам понравилось, поставьте обязательно лайк. Если видео не понравилось, я прекрасно это пойму, потому что повторять одно и то же не всегда приятно слушать. Может какие-то дополнительные нюансы просто сказал. Но если не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите обязательно свои вопросы, свои мнения по отношению к фондовому рынку. Очень интересно читать ваши вопросы. Если я компетентен всегда отвечать, я стараюсь вам, дорогие друзья, именно помочь. И отвечаю в любом случае, являетесь ли вы подписчиком закрытого чата, либо вы являетесь просто подписчиком YouTube канала, либо подписчиком Яндекс.Зена и так далее. Напоминаю, что вы можете проспонсировать данное видео, и тогда получите доступ прямым эфиром с ребятами из закрытого чата. Также там есть пара технических разборов, особенности технический разбор индекса Московской биржи. Именно по этому разбору и шел индекс Московской биржи вот последние две недели четко по этим ступенькам, которые был показан в этом разборе. Также буду благодарен, если вы отрепостите данное видео где-нибудь у себя в социальных сетях, на тематических форумах. Это очень сильно поможет продвижению данного канала. Напоминаю вам, дорогие друзья, что у нас есть открытый телеграм-канал, у нас есть Яндекс.Зен, где публикуется очень много аналитических статей, ну это в более такой долгосрочной перспективе, поэтому заходите, читайте. Также, дорогие друзья, напоминаю, у нас есть молодой аккаунт в Инстаграме. Но на этом, наверное, можно уже будет и завершить данное видео. Второй день подряд меня тренера в спортзалах просто-напросто мучают. Вчера меня мучили наверху, сегодня меня уже мучили в бассейне. Ну и в конце вот бонусом вам поставлю, как сегодня издевался уже именно надо мной тренер. На технику грибков просто здесь не смотрите. Здесь задача была совсем другая, чтобы вот эта резинка меня не утянула назад. Я же с вами на этом прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok